ПЕСНЯ 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 Господи, слава тебе! Сказал Господь притчу сию. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил пять пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес осем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо, сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Дорогие братья и сестры, здравствуйте. В прошлую нашу встречу мы говорили с вами о благодарности и как благодарность является индикатором моих отношений с Богом. Сегодня мы продолжим с вами этот разговор. Мы с вами неоднократно сталкивались с необходимостью понимания Священного Писания. Оно очень часто использует символы. Если их не понимать, священный текст так и останется для нас загадкой. Сегодня очень важная аллегория в Евангелии – это ужин. Хочу обратить ваше внимание, что любое празднествование пир является всегда отсылкой к Евхаристии, к будущему небесному пиру. А ужин – это непосредственно прямое указание на тайную вечерю. И теперь посмотрите внимательно, что является центром нашего богослужения – литургия. Несмотря на то, что она служится утром, литургия является божественным воспоминанием и переживанием той самой первой вечерней трапезы, которую провел наш Спаситель со своими апостолами, впервые преподав им тело и кровь свою. И здесь хотелось бы углубиться именно в литургическое богословие. Ведь литургия – это не только воспоминания и переживания трапезы. Это также воспоминания и переживания, подчеркиваю, именно переживания Рождества Иисуса Христа, его проповеди, его крестного страдания и его воскресения. То есть Господь ради нас переживает всю историю спасения на литургии вновь и вновь. И как же я прихожу на литургию? Представьте себе, что сегодня я по каким-то причинам решил не причащаться. То есть я сегодня стал просто зрителем. Тогда скажите мне, чем вы отличаетесь тогда от той толпы, которая пришла посмотреть на распятие Христа, от той толпы, которая кричала «Распни его!», от той толпы, которая плевала, когда Христос нес крест. Мы становимся просто зеваками. Господь, ты сегодня умираешь, ты сегодня раздаешь себя, а я просто смотрю, я просто зритель, мне сегодня все равно. Дорогие братья и сестры, я как священник знаю, что многих от ежедневного или ежевоскресного причастия останавливает такое выражение «я не достоин». Но давайте будем честны. Когда мы можем быть достойны этого дара? Если я достоин дара, я как минимум равен этому дару. Но на литургии в дар приносится сам Господь. Я не могу быть Ему равен, иначе это эгоизм. Дорогие братья и сестры, мы никогда не будем достойны причастия, но должны приступать к Нему с сердцем сокрушенным. Господи, я не достоин Твоего дара, прими меня. И должен приступать с сердцем радостным, потому что Ты, Господи, захотел мне дать вечную жизнь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok